Улучшить свой рацион за счет государства в скором времени смогут малообеспеченные россияне. Новый проект Минпромторга позволит тем, кому сейчас не по карману некоторые продукты, приобретать их с помощью специальных электронных сертификатов. Работать все будет очень просто. На карточке будут начисляться средства, они используются при покупке продовольствия. Правда, есть и два основных условия. Ольга Князева о правилах шопинга по субсидии. Вкусно, полезно, правда, не всем по карману. Отделы со свежими фермерскими товарами радуют ассортиментом, но не числом покупателей. Минпромторги обещают, уже через год ситуация начнет меняться. За полезные продукты в рационе малообеспеченных россиян заплатит государство. Средства зачисляются на специальную карту. И этими средствами можно будет полностью оплатить те продукты питания, которые будут допущены к участию в программе. Российские, с достаточно коротким сроком годности, свежие. Продуктовые карточки будут действовать по принципу банковских. В министерстве их называют сертификатами, дабы избежать печальных ассоциаций с 90-ми. Проект Минпромторга уже направлен в правительство. По задумке он должен помочь не только малообеспеченным покупателям, но и тем, кто по другую сторону прилавка. Продуктовая пластиковая карта – это невидимый мост между фермером, который и рад бы производить больше свежего молока, например, до спроса нет, и тем покупателям, для которого это молоко пока дорогое удовольствие. Костромская область. Фермер Тимур Куропаткин рассказывает о своем хозяйстве. 500 тонн в год. Это только капуста. Еще морковь, кабачки, лук. Овощи, конечно, разлетаются по розничным сетям, но не в тех объемах, в каких хотелось бы. Не хватает площадок. Есть площадки на центральном рынке. Мы выходили, торговали. Больше тратим, чтобы заплатить продавцу, чем мы там зарабатываем. Нет спроса. Мало идет человек на рынок. Прибавка на правильное питание может составить несколько тысяч рублей в месяц. Зоя Елена, многодетная мать из Ульяновска, признается, даже одна такая карточка на семью под спорьем. Детки, конечно, много хотят фруктов, овощей, но объясняют, что не всегда все это возможно. К тому же наши цены сейчас намного выросли. Не все всегда сможем купить. Ждем зарплаты, ждем, когда пособие перечислят. А так бы карточка нам, конечно, не помешала. На улучшение рациона малообеспеченных семей по всей стране деньги потребуются немаленькие. От 140 до 200 миллиардов рублей. В ведомстве уверены, часть средств быстро вернется в бюджет. Экономика простая. Деньги из бюджета попадают на электронные карты, люди расплачиваются ими в магазинах. Продукты раскупают быстрее. А значит, у оптовиков, производителей работы становится в разы больше. Это автоматически означает налоги, новые рабочие места и развитие производства. Российские чиновники не скрывают идею, подсмотрели у американцев. В США это называется food stamps. В переводе на русский продуктовые марки. Программа запущена в середине 60-х. За это время появились даже кулинарные книги для тех, кто питается по талонам. А еще появились мошенники. Многие семьи просто меняют талоны на деньги. Мы постараемся создать такой механизм, который максимально позволит избежать любых махинаций. Если с точки зрения граждан, как пример, это возможность попытки обналичивания. Я думаю, что небольшая проблема сейчас это попытку пресечь. Впрочем, жители Ульяновска, например, услышав о новой идее министерства, в первую очередь поинтересовались не возможностью обналичивать карты, а конкретным списком будущих бесплатных продуктов. Я беру, когда колбасу, когда сыр, когда молоко, когда кефир, когда водку. В Минпромторге напоминают, если в Америке на так называемые талоны можно купить чипсы и газировку, то в России речь пойдет только о свежих овощах, мясе и молоке. Все-таки главная цель программы – улучшение рациона россиян. Ольга Князева, Дмитрий Олин, Андрей Мелехов, Юлия Ходорова, Екатерина Белова и Федор Юрасов. Первый канал.